Надоел старый дизайн игрового клиента Steam, для этого случая Valve выпустила бета-тестирование нового дизайна библиотеки данного игрового клиента. Для того, чтобы поучаствовать в новом бета-тестировании, а также оценить новый дизайн библиотеки, нам необходимо перейти в настройки Steam и в разделе бета-тестирование принять Steam Beta Update и нажать ОК. После загрузки 162 мегабайт игровой клиент перезапустится и мы с вами сможем оценить новый дизайн библиотеки данного игрового клиента. После обновления дизайна библиотеки Steam появляются несколько лент. Это что нового, точнее обновления, недавняя активность и активность друзей. Также в рамках бета-тестирования появляются такие функции, как фильтрация, доступная для пользователя в режиме бета-тестирования. Здесь вы можете отфильтровать игры по тегам, включить более подробную фильтрацию, также сортировать по недавней активности, либо же показать только готовые игры к запуску, что крайне очень удобно, чтобы не показывать остальные игры. Также вы можете включить иконочку ваша коллекция и в более подробном режиме рассмотреть вашу коллекцию игр, распределенную по группам, также отсортировать ее. Достаточно обширный функционал, также достаточно красивый и удобный дизайн. Также хочу подметить, что игры, имеющие достаточно большого разрешения иконки, выглядят достаточно симпатично на фоне библиотеки. Те же игры, которые имеют маленькие иконки, выглядят примерно так, как Age of Empires 3. Если открыть некоторые игры и посмотреть, как теперь выглядит панель игры в новом обновлении, в бета-тестировании, то можем обнаружить, что теперь все режимы открыты. И теперь мы можем видеть более подробную информацию о каждой игре, нежели было ранее. Здесь и активность друзей, и онлайн, обновления, карточки, достижения, скриншоты и многое другое, все на одной странице, в том числе и обзоры. Насколько вы помните, ранее нужно было переходить по каждой ссылочке, чтобы увидеть раскрытое меню. Также очень порадовал баннер вверху, страницы каждой игры. Обширный и красивый баннер. Чтобы более подробно ознакомиться с режимом бета-тестирования, переходите в настройки, соглашайтесь на тестирование и просматривайте новое обновление. Что еще понравилось субъективно лично мне, это то, что теперь здесь есть лента обновлений. И здесь мы всегда сможем увидеть, что было обновлено или что собирается обновиться, новая информация о выпуске DLC и различная другая информация. Это крайне удобно, так считаю я. Подробной информации о том, когда вал прекратит бета-тестирование, а также выпустит обновление официально, пока что нет. Но будем надеяться, что это произойдет скоро, ведь что-то новое всегда приятно. Субтитры сделал DimaTorzok